Всем привет! С вами Ольга Чернова, сегодня 23 февраля. Сегодня у моих растений тоже праздник, я их вынесла первый раз на солнышко. И хочу прям быстро-быстро сказать про изменение режима полива. Если я до этого говорила, что я держу их на таком, как сказать, на голодном пайке, сильно не поливаю, то как только я начинаю выносить их в придомовую теплицу, конечно, я изменяю режим полива в сторону увеличения. Вот этот лоток я утром показывала вам, у него была почва наполовину сухая, и дома я их не заливаю. Но как только вот в такие условия начинаю, конечно, выставлять их нужно только политые, потому что вот здесь у меня сейчас 29, около 30 градусов, 29,5. Конечно, это жарко, и на солнце требуется больше влаги. Это не значит, что они будут больше влаги пить, а просто быстрее пересыхает почва. И есть опасность, что если будет грунт полусухой, то к вечеру они у вас засохнут и завянут. Умереть они не умрут, вы их вечером можете полить, и они снова встанут. Но это стресс для растения, так же, как и похолодание, так вот это засуха, все это влияет на качество рассады. И поэтому перед тем, как вынести, я обязательно, еще раз повторю, обязательно перед тем, как вынести, я увлажняю всю почву. К вечеру оно, лишняя влага, конечно, высохнет, испарится, и ночевать они уже будут опять в лотке с таким, с полувлажным грунтом. После того, как я занесу, я, конечно, их уже не поливаю, но сейчас вот они стоят, я вот показывала все сейчас дома вот эти, и еще вот, которые в решетке. К сожалению, в решетке вот эти магазинные сорта, которые я для разведения сорта сеяла по 6 штук, они взошли у меня не все и неравномерно, но для разведения сорта мне хватит. Вот они у меня на солнышке, вот этот вот первый, который самый первый посев, потом вот от 3 февраля, и вот эти для раннего урожая, все они у меня греются. Теперь, если будет позволять погода, я каждый день на 2-3 часа буду выносить их, принимать в солнечные ванны. Еще раз повторю, выжигается вся, вот земля дезинфицируется, никакой черной ножки не будет, если на солнце. Вот этот ультрафиолет, он прекрасный дезинфектор, земля будет протравливаться, как бы, это такое выражение, но, конечно, не очень подходящее, но чтобы понятно было, что если там есть какие-то патогенные микрофлоры, солнце все убьет. Солнце наш первый помощник. Все, до свидания, всех с праздником!